В Каменске-Уральском двое молодых, ранее судимых стропольщиков Синарского трубного завода, вступив в конфликт с незнакомым им мужчиной, похитили человека. Вывезли за город, где насмерть забили несчастного туристической лопаткой. Через полчаса после совершенного имя преступления на запястьях убийц захлопнулись наручники. Трагедия произошла 29 июля ночью в Синарском районе Каменска. 27-летний Андрей Иванников и 28-летний Алексей Малыгин, находясь на улице Кирова, вступили в конфликт с ранее незнакомым им 32-летним железнодорожником Павлом Поймёновым. Причина этого конфликта не называется, но, по слухам, ссора началась из-за неосторожно брошенного слова. Павел якобы пригрозил обидчикам ножом, после чего они скрутили оппонента, бросили на задние сидения «Лады» 14-й модели и вывезли на 113-й километр автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган, в район села Новоисецкое, где жестоко избили его, в том числе с кладной туристической лопаткой. Когда Павел перестал подавать признаки жизни, похитители бросили его в лесу и поспешно вернулись в город. Однако Малыгин и Иванников не учли, что у совершенного ими похищения были свидетели. Как только они затолкали Павла в машину и отправились за город, в полицию поступил сигнал. По возвращению убийц в город они были задержаны на улице Ленина. Вот как их задержание прокомментировал начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. Шокированные столь быстрым разоблачением, фигуранты не стали кочевряжиться, демонстрируя сыщикам опытность и матерость, и дали признательные показания, добровольно показав место, где бросили убитого ими мужчину. Ороде убийства, складная туристическая лопатка была обнаружена у них в машине. Также в полиции отметили, что ранее Андрей Иванников был судим за мошенничество и грабеж, а Алексей Малыгин за кражи, грабеж, угон автомобиля, угрозу убийством и половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет. При этом Малыгин в последние годы был женат и воспитывал двух детей. В мае этого года со своей семьей Алексей путешествовал в Москву, о чем в своих соцсетях разместил фотоотчет, в основном из аэропортовских кафе. Как сообщили в Следственном комитете СКР по Каменско-Уральскому, в отношении обоих возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 105 убийство, совершенное группой лиц. По ходатайству следствия обвиняемые помещены судом под стражу, пока сроком на два месяца. Журналисты газеты «Комсомольская правда» связались с женой погибшего Павла. Она рассказала, что они с Павлом развелись больше 10 лет назад. У них есть общий сын. Павел работал осмотрщиком вагонов на железной дороге. Ежемесячно перечислял 8 тысяч рублей алиментов. Однако с сыном не виделся. Коллеги Павла по вагонному депо отзываются о погибшем в соцсетях, как о совершенно безобидном и бесконфликтном человеке, который первым точно не стал бы нарываться на уличную драку. Павла по вагонному депо отзываются о погибшем в соцсетях.